Еще минутку дадим, а уж дальше там кто подключится, тот подключится. Так, ну и пока ждем, напомню сразу всем, чтобы не говорить отдельно. У нас с вами, у всех групп, ну за исключением одной, на следующей неделе четверг контрольная. Правильно? Ничего не путаю. 21 числа. Все замерли, все вспоминают. Да, правильно. А у одной группы на неделю позже, потому что мы с ними позже начали. Так, ну что, давайте мы начнем. Там уж кто подключится, тот подключится. Так, сейчас, тут скачет, прыгает, все. Значит, мы с вами, напомню, разобрали, что такое деньги, какие у них функции, роль. Выяснили, что деньги изначально были товарными, потом появились полноценные, видимо, нет. Потом они трансформировались в банкноты, потом уже бумажные деньги, поговорили еще о депозитах. И, собственно, остановились на электронных деньгах. С ними очень сложно. Причина в том, что большинство стран по законодательству электронные деньги не принимают как форму денег. За исключением Европейского союза, где еще в 2000 году в директиве, да, они выпустили директиву, в рамках которой определили, что это новая форма денег. По сути, это такая условная денежная стоимость, да, предоплаченная, которая требует особого регулирования, особого регулирования в плане эмиссии, не только использования, но и в плане эмиссии. Они признали это формой денег и, соответственно, все необходимое законодательство для регулирования выпуска, обращения и изъятия электронных денег в хозяйственном обороте тоже было именно Европейским союзом было прописано. Но в законодательствах отдельных государств, а мы с вами знаем, что Европейский союз – это не государство, а это объединение государств. На интеграционной основе мы про интеграцию с вами поговорим в следующем семестре уже в мировой экономике, разберемся, что это такое. Но, тем не менее, в рамках отдельных законодательств стран, входящих в ЕС, нет указания, что это форма денег. Но, учитывая, что законодательство самого Европейского союза в определенной части стоит выше национального, то страны принимают, да, страны, входящие в ЕС, принимают электронные деньги как форму. Что касается Великобритании, которая у нас вышла из ЕС, сначала долго думала, вступать или нет, потом долго кочевряжилась, выходила. Вот, наконец, они вышли. Соответственно, после выхода никакие директивы, у нас в Евросоюзе закон называется именно директива, директива Европарламента, никакие директивы теперь на них, как обязательные, не распространяются. И, соответственно, уже надо, если сама Великобритания будет определять электронные деньги как форму денег, придется им прописывать в законодательстве это отдельно. Либо переписывать директивы Евросоюза уже на свой лад британский. Но большинство стран европейских, глядя, да, кто не входит в состав ЕС, глядя на вот этого большого, важного соседа, кивают и говорят, да, 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 мы так же, как они. В отличие от остального мира, второй у нас участник, вернее, даже мы не скажем по значимости, да, мы с вами в мировой экономике определяем так называемых лидеров. Это вот раньше говорили страны Западной Европы, теперь говорим Европейский Союз. Потом у нас отдельно идут Соединенные Штаты, отдельно Япония. Вот три таких лидера, три таких полюса в мировой экономике. Китай сложно, с Китаем сложно, потому что мы определяем не по объемам торговли, а по уровню промышленного развития. Поэтому Китай в лидерах пока называть не будем. Ну вот если брать трех лидеров с Евросоюзом, разобрались, они вроде бы как определяют. Хотя с учетом появления тех же самых криптовалют здесь стало сложнее и ходят разговоры, что надо бы переписать отдельно, да, более подробно законодательную базу, касаемую электронных денег. Но пока Евросоюз до этого еще не добрался. Что касается Соединенных Штатов, они сказали, что электронные деньги – это не форма денег, вообще никак. Занимаются этими вопросами бюджетный комитет Конгресса США, Центробанка, как в большинстве стран мира, как мы привыкли, в Америке нет. У них это Федеральная резервная система, а это объединение федеральных банков, а не центральный банк, как нам привычно. И вот бюджетный комитет сказал, что это не форма денег, это просто такой своеобразный предоплаченный финансовый продукт, новый вид банковской услуги по сути. И тогда регулирование, выпуск, обращение и изъятие электронных денег в хозяйственном обороте будет попадать под законодательство предоплаченных финансовых продуктов. То есть банки предоставляют потребителям такую своеобразную новую услугу в электронной форме, носит она исключительно предоплаченный характер, и не надо заморачиваться, не надо говорить, что это форма денег. Сложно, потому что в Америке достаточно активно используют разные виды электронных денег. Но для законотворцев американских этот вариант самый простой, тем более последние годы, когда у них идет борьба за власть, это еще и плюс пандемия, им не до обсуждения вопросов, что делать с электронными деньгами. Тем более их это политика охоты на ведьм за пределами государства, тоже не оставляет времени на решение конкретных вопросов. Что же касается Японии, как еще одного лидера в мировой экономике, то японцы, они как и восточные или представители восточных государств, они очень аккуратны, они послушали, посмотрели, что говорит мир, и в итоге сказали, мы не можем определить точно новую форму денег или не новую форму денег, но это своеобразное такое право требования денежной стоимости, хранимое в электронном виде. Вот дали такое определение тоже. Пока регулируется законодательно обращение электронных денег по тому подобию, как выпуск и обращение предоплаченных финансовых продуктов, очень аккуратны японцы в этом отношении, но они абсолютно не говорят, что нет, нет, это не форма, надо подумать, посмотреть, что из этого выйдет. Весь остальной мир ориентируется на ближайших своих соседей, то есть, допустим, Юго-Восточная Азия ориентируется на мнение японского, на банка Японии, да, Центробанк. Соответственно, европейские государства на Евросоюз, кто-то ориентируется на Соединенные Штаты, у нас в законодательстве тоже нигде не прописано, что это форма денег. Единственное, Центробанк указал, что регулирование будет в соответствии с тем, что это предоплаченный финансовый продукт, но, тем не менее, вот по отношению к такой разновидности электронных денег, как криптовалюты, отношение в большинстве стран у власти, мы не говорим у потребителя, у власти, очень негативное. Почему? Потому что, если мы с вами вспомним, что деньги, по сути, это эквивалент обмена, и первые у нас с вами деньги, они имеют внутреннюю стоимость, если это реальные товары, если это золото или серебро, соответственно, стоимость металла, который мы потратили на выплывку, на чеканку монеты. Депозитные бумажные деньги обеспечиваются активами эмитентов, ну, собственно, государства или банковских структур, активов достаточно много. Вот криптовалюты не обеспечены ничем. Если те же Яндекс.Деньги, мы, по сути, кладем денежку через, допустим, с пластиковой карты, перечисляем со счета в банке на счет в виртуальном кошельке, или раньше были карты пополнения, так называемые, мы покупали, заходили в электронный кошелек, вводили необходимый набор букв и цифр, и деньги появлялись. Можно наличными внести, да, тоже через банк, тоже вариант есть, то есть это предоплачено. То криптовалюты, учитывая, как они создаются, да, так называемый майнинг, они не обеспечены ничем, никто не вносит никакую предоплату. По сути, ну, механизм, если так вот упростить, это мы используем электричество, да, ну, и как бы там собираем каким-то образом условно некую денежную стоимость. При этом умельцы ухитряются использовать электричество, не платя за него, да, то есть перекладывая оплату на других потребителей в многоквартирных домах, особенно кто так делает. То есть никакого обеспечения у этих денег нет. Отследить правомерно, неправомерно эмитент выпускает в таком сумасшедшем количестве эти криптовалюты. Как они обращаются, как изымаются, государство не может. Ну, по сути, создается такой порядок к хаосу, да, анархия своеобразная в обращении к криптовалюту. Поэтому и отношение у власти очень негативное к таким деньгам. С другой стороны, если это предпринимательская деятельность коммерческого характера, то необходимо платить налоги. А как взиматься этого налоги, если у нас, скажем так, эмитенты криптовалют скрываются и вообще делать круглые глаза и говорить, да вы что, да я, да когда, вы о чем? Не было такого. Да, и поэтому в этом отношении получается обман, но еще плюс обман потребителя, который пытается использовать эти криптовалюты, потому что раз по закону большинстве стран нельзя, да, они не признаны как деньги, то мы не имеем права, как потребители, их использовать в качестве платежного инструмента. Вот в отличие, например, от чеков или пластиковых карт, да, или от бумажных денег, если в наличном виде, или просто давая указание банку перевести деньги с одного счета на другой. Здесь все настолько зыбко, что пока, да, мы говорим, это форма неразменных денег, новая, непонятная, с развитием технологий, что с ней будет дальше. Большой вопрос, в какую сторону пойдет, как в итоге примут государства. Или не примут совсем, запретят. Тоже вопрос открытый. Потому что изначально, конечно, электронные деньги в виде криптовалют не появились. Это был своеобразный механизм, когда открывался, например, электронный кошелек виртуальный, где-то там на сервере эмитента. Эмитент не банковская структура, никакой привязки к счету в банке нет, и мы условно денежку заранее вносили. Либо был вариант так называемой многопроцессорной многоцелевые карты. Ну вот по виду они похожи на банковские, но в такую карту вшит микропроцессор. И денежная стоимость, которая записана на этой карточке, используется для платежей за любые товары и услуги. То есть ни транспортные, ни телефонные мы к электронным в таком случае, в таком виде не отнесем. А банковская она не считается, потому что эмитентом не является банк. Эмитентом таких денег будет являться небанковский финансовый специализированный институт. Но все равно мы вносили, предоплаченная стоимость была. И о появлении криптовалют, возможности создания таких денег, никто, когда появились первые электроны, никто в те же 90-е, никто не мог себе и представить. Ну посмотрим, что будет дальше, как они будут развиваться. Или не будут их в итоге запретят. Посмотрим. Пока государства не готовы полностью, абсолютно признать электронные деньги как форму денег, то есть как законный инструмент платежа. Особенно учитывая появление криптовалют. Опять же, частные эмитенты, которые не обеспечивают никак выпущенные деньги, это главная боль для государства, потому что они исчезнут в какой-то момент, а обманутые владельцы электронных денег начнут предъявлять требования. Но в первую очередь побегут искать защиту у государства. Говорить, вот вы же допустили, вы несете, значит, тоже ответственность, возвращайте нам потраченные. Ну а государство, вы понимаете, бездонного кошелька ни у одного из государств нет, поэтому на такие вот вещи, уже на такие грабли, такое было похоже в экономиках разных стран, на второй раз на грабли наступать никто не хочет, чтобы получить полбу. Поэтому и остороженничают страну. Ну и еще раз повторюсь, что эмитент, если он выпускает такие деньги, не обеспеченный, да еще на этом зарабатывает, значит, он занимается предпринимательской деятельностью, коммерческой деятельностью, а следовательно, он должен платить налоги. Налоги он не платит. Поэтому здесь вот еще конфликт интересов возникает. Но помимо различных видов и форм денег, у нас с вами еще в обращении могут появляться так называемые заменители денег или денежные суррогаты. Вот, собственно, сейчас часть электронных денег таковыми и являются. Что мы с вами понимаем под денежными суррогатами? По сути, как я уже сказала, это заменители официальных форм денег, которые вводятся в обращение хозяйствующими субъектами, ну, государство тоже может вводить, произвольно, с одной единственной целью для осуществления платежа. То есть денежные суррогаты выполняют только одну функцию – средства платежа. Их нельзя использовать для выполнения функции меры стоимости, то есть мы не можем через денежные суррогаты правильно выстраивать масштаб цен. И их нельзя использовать в качестве средств на покопление, то есть, ну, другими словами, скопить сокровища не получится. Выпускаются, как правило, если они в большом количестве в экономике, в денежной системе страны присутствуют, то это обычно свидетельствует о кризисе, платежей, то есть средств не хватает для платежей. И расчеты надо как-то вести с контрагентами. Хозяйствующие субъекты вынуждены прибегать к таким заменителям. Вот у нас в 90-е активно это было. С другой стороны, появление новых форм денег, которые еще официально не признаны, как раз вот пока не начнет государство официально эти формы признавать, они до признания являются денежными суррогатами. Так было сначала с банкнотами в свое время, потом с бумажными деньгами, теперь вот с электронными деньгами происходит. Да, по сути, мы их, хотя считаем новой формой денег, но законодательно, увы, не получается. Поэтому это все-таки денежный суррогат. Выпускать денежные суррогаты может кто угодно. Это не запрещено законом. Ну и в зависимости от того, кто выпускает и в каком виде мы их используем в экономике, у нас можно проклассифицировать денежные суррогаты. Например, есть понятие иностранные. Это значит, что вместо национальной денежной единицы в расчетах используется иностранная валюта. Опять же, примером служат 90-е годы, когда население и предприятия могли рассчитываться друг с другом в иностранной валюте. Цены можно было установить. Это было не запрещено. Не хватало денег у государства, чтобы обеспечить денежную массу полностью. Поэтому единственный вариант наличными и безналичными национальными средствами. И это был единственный вариант в некоторых случаях, когда, чтобы не задерживать взаимоотношения, процессы расчетов между контрагентами, было разрешено использовать иностранную валюту. Было. И цены были в тех же долларах, фунтах, немецких марках. Они у нас еще ходили в 90-е годы. Сейчас по закону только рубли российские. И цена может быть установлена не в рублях, а в так называемой условной единице. Это не деньги. Но тот, кто в своем прайсе написал условные единицы, должен четко указать, чему равна одна условная единица. Значит, это раз. Второй вариант – это государственные и национальные, когда государство из-за нехватки средств само вводит некие заменители официальных форм. Например, вводя большое количество налоговых льгот для определенного круга налогоплательщиков, в свою очередь государство подразумевает, что оно и само взамен не заплатит ничего. То есть оно вводит льготы, например, пониженная ставка налога на прибыль в определенной сфере деятельности. Ну и, соответственно, взамен мы у государства тоже особо ничего не получаем. Может быть в виде казначейских обязательств в большом объеме, когда у нас нехватка средств именно в бюджете. Для финансирования бюджетных расходов таким образом можно покрывать дефицит бюджета, выпуская вот эти долговые казначейские обязательства. Был вариант в 90-е годы регионы, даже отдельные города выпускали собственные деньги, потому что из центра физически дождаться, когда условно подвезут деньги для того, чтобы выплатить людям зарплаты или пенсии. Это было невозможно. И регионы, и, как я уже сказала, отдельные города выпускали свои деньги региональные. Никто не ругался. Главное, чтобы не было недовольных, забастовок, потому что захватало проблем со стране больше, чем. Поэтому на это закрывали глаза. Хотя по закону это неправильно. Но в отсутствии официальной денежной единицы такая замена вполне использовалась. Муниципальные, соответственно, органы власти или субъекты федерации могли выпустить подобные суррогаты, региональные деньги. Третий вариант, когда у нас выпускаются и используются денежные суррогаты в расчетах между хозяйствующими субъектами. Но это различные тогда будут финансовые векселя, долговые расписки. То есть именно документы, подтверждающие возникновение долга с одной стороны, и другая сторона, соответственно, принимает этот долг. Если это в рамках, скажем так, одной небольшой экономической системы, например, у нас поставщик, условно ферма поставляет молоко на молокозавод, молокозавод это обрабатывает, продает, еще одному заводу и по кругу, и в итоге последний, например, поставляет кармана ферму, то вот взаиморасчет с помощью таких коммерческих суррогатов между вот этим ограниченным кругом лиц, которые вовлечены в этот механизм, он вполне возможен. Финансовый вексель будет бродить из одних рук в другие, потом в следующие и так далее. То есть вот такой вариант был возможен. Ну и самым наглядным примером для населения, например, являются так называемые прочие денежные суррогаты. Это вариант, например, жетоны метро, талоны различные, вот у нас выдавали талоны там на муку, на крупу, на сахар, на спички, сигареты, на что только не давали, вместо денег. Это товарные документы, например, накладные товарные различного вида, ну это даже не назовешь талоны, иниквитанции, что делали предприятия, когда не могли выдать живыми деньгами зарплату, создавался магазинчик продуктовый предприятий, и люди брали на необходимую сумму продукта только своеобразный такой взаимозачет. Предприятие должно деньги по оплату труда, физически деньгами заплатить не может, но может обеспечить питанием там. Понятно, что это не столовая, где готовое питание, а это продукты, которые можно принести домой, из них что-то приготовить и накормить семью. Такой вот вариант был. Талоны у нас сейчас, слава богу, исчезли, товарные накладные счета, фактуры в качестве инструмента оплаты не используют, а вот жетоны кое-где еще остались. Жетоны на проезд, или вот в телефонных будках, когда они у нас были, в советское время мы звонили, две копейки опускали, а потом эти телефоны автоматы заменили. Сначала жетончики были, потом карточка телефонная была, а это тоже денежный суррогат. Что касается транспортных карт, которые мы с вами используем сейчас при оплате проезда, это, по сути, тоже предоплаченный финансовый продукт, но сказать, что это суррогат в чистом виде, можно, можно, если массово все используют, и если у нас вариант использования один, как мы опускали в советское время, пять копеек метро, чтобы пройти, потом появились просто жетончики. Вот если только один вариант такой оплаты, но у нас с вами транспортные карты предполагают разный набор, можно оплатить сколько-то поездок, можно внести денежную сумму, вы своеобразный кошелек, можно оплатить безлимитный период, позволяет в Москве такая система. Ну и плюс, насколько я помню, вот эти карты тройка, они там начали использовать, там музей пошел, но это если у вас кошелек, если не количество поездок вы оплатили, или безлимитно, а это если в качестве кошелька. Своеобразный такой инструмент, да, можем назвать в виде денежного суррогата, но поскольку мы не массово используем разные заменители денег в экономике, то это допустимо. Чем меньше мы используем денежных суррогатов в расчетах, тем больше у нас причин сказать, что экономика обращает, да, работает, развивается достаточно стабильно. Когда мы массово используем денежные суррогаты в экономике, вот как в 90-е было, то это свидетельствует, во-первых, о кризисе платежей, то есть у нас не хватает денег, во-вторых, это вообще свидетельствует о глубоком кризисе в управлении экономикой, то есть государственные структуры не справляются с управлением, да, может быть, что-то там надо менять. Ну и вообще, когда мы говорим, что мы используем не официальные формы денег повсеместно, а вот некий такой суррогат, это говорит о том, что экономика, в общем-то, находится, если не на фазе дна, то уже к нему приближается. Если немножко, да, небольшой объем использования суррогатов, это нормально, тем более, что у нас меняются виды формы денег, у нас меняются варианты расчетов между контрагентами и небольшое количество суррогатов, возможно, и для развития рыночной экономики это считается нормальным, так же, как низкая инфляция, без инфляции экономики рыночной современной представить невозможно. Но вот если мы массово используем денежные суррогаты, то последствия, конечно, дадут о себе знать. Во-первых, вместо официальных денег мы будем использовать в качестве платежа именно суррогаты. А получив реальную денежку за свой труд, мы будем ее накапливать, стараться как можно меньше такие деньги использовать, потому что суррогат, его невозможно накопить, от него надо избавляться. А избавляемся мы от них только из пользы. Второе последствие. Предприятие получает убытки. Но это так называемые скрытые убытки и по времени получения средств, и по фактически поступаемым суммам. То есть мы можем условно сделать, когда предприятия не в состоянии были платить живыми деньгами рабочим, оплату труда не было их. Но принимали такой своеобразную выплату долга за продукты. У самих же рабочих, вот этот условный долг, который само же предприятие сформировало. получаются у нас скрытые убытки, потому что невыплаченная заработная плата с одной стороны закрывается поступлением условным, потому что денег живых нет, условным поступлением за счет проданной вспомогательной продукции, потому что продукты питания, если это там фабрика, из легкой промышленности или тяжелой, понятно, что они продукты не производят. Но мы закрываем долг по оплате труда таким вот натуральным способом, как бы продавая в счет долга, отдавая в счет долга натуральный продукт, и фактически деньги не туда и не сюда не движутся. То есть они не поступили, не выплачены живые деньги, не поступили в качестве выручки от проданной продукции. Казалось бы, если смотреть по балансу бухгалтерскому, мы вроде бы сводим все в ноль, все хорошо, но по факту никакой прибыли предприятие, простите, не получает. И вот это получается у нас так называемые скрытые убытки. Ну а раз у нас в своеобразии, даже с контрагентами рассчитываясь, пусть это расписки финансовые, тоже живых денег не поступило, мы вроде как товар продали, обратно нам, значит, взамен выписали тот же финансовый вексель, но денег-то не поступило, то есть выручки нет. Соответственно, сказать, какова величина прибыли, мы не можем, выручка минус себестоимость, у нас даст либо прибыль, либо убыток, а у нас ее нет, этой выручки. Соответственно, прибыли нет, соответственно, мы можем, что не платить в бюджет налоги. С другой стороны, если мы не в состоянии, хоть мы и рассчитали заработную плату собственным работникам, но мы не в состоянии ее выплатить, налоги тоже заплатить вовремя, как работодатель в бюджет, тот же НДФЛ предприятие не сможет. С одной стороны, уклонение от налогов, с другой стороны, не своевременная уплата, причина та, что не выплатили заработную плату, с чего мы НДФЛ заплатили. Ну и, соответственно, будет все сильнее и сильнее разрыв между доходной частью бюджета и расходной частью, и увеличивается дефицит бюджета. Далее, если у нас контрагенты предприятия рассчитываются друг с другом неживыми деньгами, то это приводит к тому, что в какой-то момент продавец говорит, если платите живыми наличными, цена одна, если платите долговой распиской, пишите долговую расписку, цена будет выше. То есть как бы вот такие своеобразные способы защитить себя от риска несвоевременной уплаты или риска оплаты неживыми деньгами, вот таким образом, через завышение отпускных цен. Ну и получается, что чем выше в итоге отпускная цена, дальше рыночная будет поставлена выше, чем была предыдущая. Ну и получается провоцируем таким образом скачок инфляции. И еще одно последствие для экономики массового использования денежных суррогатов. Да, у нас предприятия в расчете друг с другом могут выписывать при приобретении товаров так называемые торговые векселя. Но если это начинает использоваться повсеместно, то торговый вексель, как инструмент кредитного... Так, сейчас разберемся с продуктами. Если они используют торговый вексель, как инструмент кредитный, то деформация происходит векселя в финансовые. Это уже не инструмент кредитования. Собственно, в России так и было в 90-е годы. Торговые и товарные векселя превратились именно в финансовые. Теперь, что касается вопроса, зачем платят за продукты, которые выдают как зарплату. Да ничем не платили. Либо натуральным товаром, если это производство материальное, и была возможность, только не военно-промышленный комплекс, и была возможность просто взять, проехаться по тем же стельскохозяйственным районам и взамен продуктов отдать что-то из своей продукции. Такой натуральный обмен бартер получался. Либо это все точно так же покупалось в долг. Мало того, если это был, например, договор с хлебозаводом, то тоже по полгода задерживали оплату труда, то и оплата тому же хлебозавода тоже шла, естественно, не вовремя. Но когда это берется в большом объеме продукт, он обходится дешевле. Оптовая торговля, она как раз характерна тем, что чем больше мы купили продукта, тем дешевле единица этого продукта нам с вами обошлась. А уже выставить на продажу в магазинчик при заводе тот же хлеб, который мы приобрели у хлебозавода, по цене более высокой, естественно, это будут делать. Ну, плюс рубль они добавят. Уже в какой-то степени они уменьшили свой долг по оплате труда. Ну, и получается хлебозаводы, если там та же долговая расписка была, они должны будут на рубль меньше. То есть там очень хитрый этот механизм был расчета. В основном, если денег для оплаты не было, это все был либо это чистый бартер, либо это вот долговые обязательства. Платить нечем. Мало того, если это государственное предприятие, то государство как собственник должно было, естественно, из бюджета финансировать свое предприятие. Да, но ничего этого не было. Денег нет в бюджете. Ну, и, соответственно, у нас есть виды деятельности, которые не предусматривают материальное производство, сфера услуг. Я не говорю там про частные структуры, я говорю про государственные. Те же школы, больницы, институты, коммунальное хозяйство. Что у нас с вами еще? Те же самые госслужащие. Мы ничего не производим. Сферы услуг ничего не производят материального. Продать, да, вот поменять там мешок картошки на мешок муки, это легко, а поменять условно урок русского языка на, не знаю, килограмм сахара, это невозможно. То есть вот в этом плане сложно. И поэтому вот задержка по оплате, мало того, у нас было много в 90-е годы, пока процесс приватизации не прошел. Много было очень государственных предприятий. А государство, по сути, на момент распада Советского Союза, оно являлось в этом отношении банкротом. Потому что цены, которые были установлены на различные виды товаров и услуг, они не менялись. Это не рыночный механизм формирования цены, когда мы с вами через спрос и предложения определяем условно равновесную цену. То есть если цена, которая на продукт у нас сформировалась, в магазине есть, и по этой цене есть потребители, которые готовы купить, у нас получается цена производителей, цена потребителей, раз мы готовы, это цена потребителя, они совпадают, и мы покупаем. Но вот в ситуации, как получается, цена на продукт есть, а мы не хотим, никто не приобретает, тогда производитель будет вынужден снижать. В государственном ценообразовании такой механизм не работает. Назначена цена за проезд 5 копеек, и как хотите. Не устраивает, ходите пешком. Это все понятно. Но если приходишь в магазин, что-то покупать, выбора в цене, мы с вами в разные магазины ходим, там тут же хлеб, молоко, там, не знаю, масло. В разных магазинах один и тот же товар одного и того же производителя может стоить по-разному. В рыночной экономике это нормально. В условиях советского периода так не было. То есть ты пришел в хлебную, в булочную, стандартный батон хлеба. У нас разный был разброс цен от 10 копеек до 25 копеек. Ну вот обычный, как мы называем это, нарезной. Ну пусть 20 копеек, они по весу еще у нас отличаются. Конечно, как сейчас, вот этого нарезанного варианта не было. То есть обычный батон. И вот в любую булочную зайди, такой же батон будет стоить ровно столько же. Ни больше, ни меньше. Никаких скидок, никаких вариантов распродажа. Там или последняя буханка, последний батон. Если много желающих, мы можем цены поднять. Такого не было. То есть все установлено государством с точки зрения потребностей национальной экономики. Все запланировано, все рассчитано, никакого рыночного механизма нет. И были также зарплаты сформированы. Была тарифная сетка клады. Соответственно, должность какую занимаешь, ни больше, ни меньше. Больше можно было получить, если премию давали, ну тогда всему отделу, да, там квартальный или за год. А меньше это, если накладывался какой-то штраф. Ну у нас за нарушение трудовой дисциплины предприятие могло наложить штраф. Хотя чаще всего это был строгий выговор. А штрафы какие были? Да, вот нарушение общественного порядка. Приходил на работу милиции квитанция. И, в общем-то, получается, все предприятие знало, кто, что, чего нарушил. Не менялся никак. Хорошо работаете, плохо работаете, доволен начальник, недоволен вашей работой. Единственное, менялась оплата, если это сдельная, да. Допустим, по времени вы работаете, там, за час, да, оплата труда или за количество сделанных изделий. Ну там четко все равно была установлена норма, да, там, три копейки за штуку. Не больше и не меньше. Не важно, быстро вы делаете или медленно. В рыночной экономике не бывает. Поэтому к моменту распада, ну и плюс эта огромная бюрократическая машина, она, конечно, съедала очень много. И к моменту распада союза у нас, фактически, государство можно было назвать банкротом. Поэтому предприятия государственные еще в 90-е годы, и даже те, которые приватизировались, все равно контрагент, если это государственное предприятие, заплатить ему тебе нечем. И вот живых денег мало, практически нет, либо продукции собственного производства, ну хорошо, если это пищевая какая-то, промышленность, там, или легкая. А если люстры производим, зачем нам такое количество люстр каждый месяц, да, в оплату? Либо если там, ну если военно-промышленный комплекс, конечно, автоматы, патроны никто не раздавал. Но вот продукты питания, все, что и то не все, да, и то не все предприятия могли себе позволить. Это надо было найти вариант, как с кем договориться, как прописать, чем мы будем оплачивать. В общем, не все так просто было, как кажется. Ну и для населения ввели, как это, помощь от государства, мы это называли, смеясь, ввели талоны. Мало в магазинах продуктов было, если вот старшее поколение у вас жило и помнит пустые полки магазинов, и мы караулили, когда что завезут, тот же хлеб, там или вдруг какая-то крупа появится или с талончиком приходишь, но хлеб там так приобретали, а вот мука, сахар, подсолнечное масло, соль, табак, не сигареты, талоны были не на сигареты, а на табак. Да, это вот отоваривалось только по талону. Да, было, последствия в 90-е разгребали, сейчас только вспоминаю. Так, ну давайте дальше. Значит, про виды, формы денег разобрались, теперь про денежную систему. Поскольку у нас именно государство определяет, какие, что, вернее, является законным средством платежа, какие виды и формы являются законными, то правомерно говорить о наличии в экономике любого государства денежной системы страны. У нас с вами нет мировой денежной системы, потому что мирового центрального банка нет, есть только мировая валютная, но про валютную систему это отдельно. Значит, денежная система страны, у каждой страны своя, по сути, это исторически сложившаяся национальная система организации денежного обращения, она закреплена традициями и оформлена законодательно. Что касается Европейского Союза, несмотря на то, что у них есть так называемая зона евро, страны, входящие в зону евро, все равно в каждой стране своя денежная система и прописаны особенности использования различных платежных инструментов и в том числе наименование денежной единицы и как осуществляется эмиссия. Состояние денежной системы страны определяется уровнем социально-экономического развития страны и степенью использования достижений научно-технического прогресса. То есть, если мы с вами в какой-то стране законодательно увидим, что используют товарные деньги, понятно, и никаких пластиковых карт не ходит, бумажных денег нет, то становится понятно, что и экономическое развитие где-то там далеко-далеко потерялось от стали и практически никаких достижений научно-технического прогресса, даже позволяющих использовать различные безналичные инструменты страна не использует. Но это обычно, если вдруг вам попадется иллюстрация подобного государства, это беднейшие страны мира. Или же те, которые находятся, допустим, в состоянии ведения вооруженных конфликтов, вот на этих территориях подобное бывает, либо вот только-только они выбрались из этой ситуации. Но мы с вами будем все-таки думать о хорошем, что большинство стран все-таки пользуются тем, что наука и технологии придумали. Поэтому не будем искать страны, где там слитками расплачиваются или же товарами. характеристика денежной системы, опять же говорю еще раз, что у каждой страны своя, характеристика основана на определении типа и элементов денежной системы. Учитывая, что у нас, да, мы разобрали в прошлый раз разные формы и виды денег, мировая цивилизация знает, то тип денежной системы тоже не является чем-то вот раз и навсегда появилась когда-то там, давно еще до Рождества Христова так и осталось. Нет, тип денежной системы меняется и зависит прежде всего от формы денежного материала, то есть из чего мы изготавливаем деньги. И денежный материал, который мы используем для изготовления денежных знаков, мы еще с вами называем валютный материал. и учитывая то разнообразие видов и форм денег, которые существовал или существует, мы выделяем три основных типа денежных систем. Это товарные, металлические и фидуциарные. Но это основные. У нас с вами кроме основных всегда есть какие-то смешанные разновидности или переходный тип, когда от одной системы переходит страна к другой, например, меняя вид денег или форму. Так, кратенько расскажу про основные типы. Не выносила на слайд. Товарные у нас с вами появляются самые первые, когда мы начинаем использовать товарные деньги. Естественно, сейчас мы не встретим такие системы. В основе обращения только определенные виды товаров. Как только появляются и закрепляются на законодательной основе полноценные деньги в виде монет, так у нас появляются металлические денежные системы. Есть две разновидности. Монометаллизм, то есть когда мы используем в качестве денежного материала только один металл, например, или золото, или серебро. И есть вторая разновидность, это биметаллический или биметаллизм, то есть когда мы используем два металла в качестве денежного материала, например, и золото, и серебро. Медь не считается драгоценным металлом, использовалась, хоть и медный монометаллизм в Риме существовал в древнем, но в Европе никогда медные деньги не считались полноценными. платина никогда не использовалась, потому что очень долгое время не умели ее обрабатывать. Слишком высока температура плавления, хотя металл драгоценный у нас с вами платина им является. То есть вот две разновидности. Сейчас ни товарных, ни металлических в обращении, ой, не в обращении, в странах денежных систем у нас с вами нет. И современные денежные системы мы называем фидуциарные. То есть если переводить на русский фидес в переводе с латыни означает вера. По сути это денежные системы, основанные на доверии к эмитентам денежных знаков. Ну а если говорить экономическим языком, то фидуциарные это денежные системы, которые в обращении используют денежные знаки неразмениваемые на золото. То есть современные формы денег. Собственно были фидуциарные системы на рубеже 19-20 века, когда шел переход от полноценных денег к неразменным. Потом у нас с вами был небольшой период, когда золото утратило денежные функции полностью, но электронных денег еще нет, еще не придумали, не используют. Это в чистом виде фидуциарная система кредитно-бумажного типа. Ну и когда появляются различные варианты электронных денег и массово начинают использоваться депозитные деньги. Собственно мы можем говорить, что начинается переход к электронно-бумажным системам. В чистом виде электронных денежных систем не было еще никогда. Будет или нет вопрос открытый. В большинстве стран мы можем сказать, что в основном если учитывать, что к электронным деньгам очень негативно относится власть государственная, но их тоже можно понять, то в чистом виде пока что у нас с вами так называемые кредитно-бумажные денежные системы с элементами использования электронных денег. С элементами, потому что пока электронные деньги как формы не признаны, мы не можем говорить о том, что начался переход к таким системам. А то, что мы используем в качестве средства платежа на законодательном уровне, то и формирует правила обращения. Так, дальше давайте разберемся. Что касается выпуска денег в оборот, когда мы с вами начинаем их использовать, у нас есть понятие выпуск денег и эмиссии, немножечко разные эти вещи. Выпуск денег в оборот, в хозяйственный оборот создает три, с одной стороны, очень взаимосвязанные, очень зависимые друг от друга сферы, с другой стороны, обособленные сферы. Это сфера денежного обращения в широком смысле, это сфера кредитного обращения или денежно-кредитного, и сфера финансов. Разница будет, потому что денежное обращение в широком смысле, по сути, это сфера денежных отношений, связанная с тем, что деньги, все формы, виды денег, которые используют в данном конкретном случае государство, лучше сказать, хозяйственный оборот национальный, обслуживая совокупный спрос и совокупное предложение в ходе реализации товаров и услуг, то есть именно в процессе купли-продажи. И в процессе денежного обращения у нас идет одновременное встречное движение товаров, услуг и денег. То есть мы покупаем и денежку платим, мы продаем и денежку получаем. Что касается кредитной или денежно-кредитной сферы, то здесь уже есть отличия. По сути, денежно-кредитная сфера это отношение уже не в результате торговых сделок в чистом виде, а это денежное отношение между кредиторами и заемщиками. И в этом плане мы не можем сказать, что тут были именно торговые сделки основой возникновения кредита. А может быть, мы взяли кредит на развитие бизнеса или создания или как государство на покрытие бюджетных расходов. Основой взаимоотношений является передача во временное пользование денежных средств заемщику от кредитора на условиях возвратности, срочности и платности. То есть навсегда и безвозмездно кредит не бывает. Его всегда надо вернуть строго установленное договором время и заплатить. И тогда мы говорим, что в денежно-кредитной сфере одновременно навстречу друг другу движутся именно деньги. Заемщик получает от кредитора, потом возвращает кредитору. Никакого движения товаров мы с вами здесь не увидим. Да, в ряде случаев кредитные сделки сопровождают приобретение товаров, но одновременного движения товаров взамен денег не будет. Мы сначала отправим деньги допустим в уплату долга за продукцию прошлого, потом получим какой-то товар опять в кредит, опять оплатим, но это будет в разные периоды времени. Поэтому и одновременно от кредитора к заемщикам, потому что потоки постоянные, разновременное, потому что сегодня взяли в кредит, завтра вернули. Что касается финансов, финансовой сферы, у кого-то будет финансы как отдельный предмет, подробнее будете в этом разбираться, но финансы по сути это сфера денежных отношений, характеризующая создание, распределение и использование фондов денежных средств. Создание, распределение и использование, например, главный финансовый документ государства, это государственный бюджет, это не денежное обращение, не денежно-кредитное, это мы с вами формируем, как у нас собираются, как мы формируем доходы бюджета, как мы их распределяем и дальше исполняя бюджет, у нас получается, как мы их используем. И в данном случае в сфере финансов у нас идет только однонаправленное движение денег. Навстречу друг к другу деньги не движутся, то есть если мы платим с вами налоги, это обязательно, безвозмездно и безвозвратно. Если положена кому-то дотация, опять же, это обязательно, если положено, вы документы собираете, вам обязаны выплатить. Это безвозмездно и безвозвратно. Но целевое обычно использование средств. Если вам положен налоговый вычет, например, платите НДФЛ со своих доходов, приобретаете, допустим, жилую недвижимость и положен приобретателю налоговый вычет. Он платится со стороны государства, мы опять собираем документы, подтверждаем. но не так, что вы будете там работать и часть НДФЛ можете не уплачивать. Нет, вы платите налоги как положено в определенный период. Если вы накопили за прошлый или за прошлый год выплаченная вами сумма НДФЛ, ее достаточно для покрытия налогового вычета, сделают не перерасчет, а будет возвращен, как уплаченный НДФЛ будет возвращен. Если не накоплено, то вы через год подадите еще раз документы на остаток то, что вам положено по налоговому вычету. Если кто-то вас из родителей платит за ваше образование, имеют право тоже на налоговый вычет, через бухгалтерию все документы подаются и опять же часть налога будет возвращена. Все равно мы уплачиваем, потом возвращается часть налога. Называется возмещение части налога. Не то, что нам сказали, ой, ладно, можете не платить. Нет, государство так не может. Это разные потоки денег. Ну и получается, значит, выпуск денег и эмиссия мы понимаем по-разному. У нас есть два вида эмиссии денег, эмиссия наличных и эмиссия безналичных денег. Эмиссию безналичных денег проводят банки, или так правильнее сказать, денежно-кредитные институты банковские в результате проведения кредитных операций. И безналичная эмиссия она первична. Наличная эмиссия проводится только государством, проводит центральный банк, как правило, если это по закону не казначейство этим занимается, потому что в ряде стран есть у нас случаи, когда казначейская эмиссия, не центральный банк, как казначейство обладает полномочиями на эмиссии наличных денег. И наличные деньги выпускает, вернее, эмиссию наличных денег осуществляет государство, но не ходит, не раздает всем подряд, а сначала у нас зачисляются средства на депозитных счетах в коммерческих банках, то есть Центробанк, в рамках Центрального банка есть расчет на кассовые центры, государство у нас большое, каждый день возить по стране мешки с деньгами нет возможности, если необходимость есть, то у нас поступают средства средства в расчетно-кассовые центры, а потом из расчетно-кассовых центров они уже будут распределяться по коммерческим банкам, но сначала мы отражаем деньги на депозитных счетах, и потом уже из операционной кассы банка они будут выдаваться собственно тем, кому они нужны в наличном виде, взамен суммы будет списываться со счета, поэтому не миссия без наличных денег первична, а что касается выпуска денег в оборот, то есть мы можем с вами эмиссию, просто эмиссию денег осуществить в виде записи, в виде кредитного, кредита, допустим, центрального банка, записать на счете в коммерческом банке, но при этом выпуска в оборот не произойдет, потому что мы не используем в данный момент времени эти средства непосредственно в экономике, как только потребности в них есть, экономика начинает их использовать, банки, которые средства на счетах, они считают их привлеченными, могут их выдавать в кредит, соответственно предприятия могут их использовать, если это на их счетах, для расчетов с контрагентами, ну и мы с вами при оплате за товары и услуги, вот тогда будет выпуск денег в оборот, значит, что еще, чем еще отличается, есть у меня тут, нет, отдельно, в результате эмиссии у нас происходит увеличение денежной массы, да, то есть мы увеличим или уменьшаем, если изымаем изобращение, в результате выпуска в оборот, да, мы начинаем использовать деньги, если в них есть потребность, и тогда увеличение денежной массы не происходит, мы понимаем, что одновременно есть процессы изъятия, там, в том регионе, где нет потребности в определенном объеме денежной массы, лишние деньги, да, вот есть понятие лимит, кассы, и у коммерческого банка тоже, на конец рабочего дня, если денег больше, чем этот лимит, они изымаются из обращения и уходят в резерв, деньги в резерве, это не деньги в экономике, то есть мы их деньгами не считаем, таким образом, у нас постоянный выпуск в оборот и изъятие из оборота одновременно в течение дня, эмиссия денег только в результате либо Центробанк решает выпустить наличных еще, потому что считает, да, да, кризис платежей может наступить, либо кредитные институты взяли у Центробанка или у государства дополнительно денег именно в кредит и их получили на счета, вот тогда эмиссия, денежная масса увеличилась, в результате выпуска не увеличивается, в результате эмиссии, наличных и безналичных денежная масса у нас увеличивается. Что касается понятия денежной массы, денежная масса у нас с вами это тот объем средств совокупный, да, всю сумму берем, тот объем совокупных средств, находящихся в распоряжении всех участников и государства, и юридических лиц, как коммерческих, так и некоммерческих, и физических лиц, всех денежных средств наличной формы, безналичной формы, ликвидных, мы их называем ликвидные средства, которые обслуживают, что у нас с вами, обращение товаров, то есть торговые взаимоотношения, обеспечивают различные виды платежей, та же оплата труда, как внутри страны, так и международные, да, то есть наши с вами денежные инструменты, которые мы используем, они используются как внутри, для внутренних платежей, так и для внешних платежей, используем только то, что разрешено государством, денежные суррогаты не считаются, ну, у нас разные варианты расчета денежной массы есть, но денежные суррогаты не определяются сейчас, как входящие в состав денежной массы, только в условиях, допустим, периодов кризисы платежей, да, когда массово идет использование денежных суррогатов, тогда, да, Центробанки ведут расчет денежной массы именно с учетом денежных суррогатов, опять же, если есть данные, мы же не отчитываемся каждый день, и в 90-е так было, никто не отчитывался, как, что, чего, в действительном виде использовалось в качестве платежа, а если бартерные отношения, то вообще не узнаешь, насколько, на какую сумму, вернее, был проведен товарообмен. Состав денежной массы, структура денежной массы определяется на основе расчета показателей. Эти показатели мы с вами называем денежные агрегаты. Меняется тип денежной системы, меняются формы, виды денег, естественно, будет меняться и состав и структуры денежной массы. Меняется политика центробанка эмиссионная, будет меняться точно так же состав и структура. И денежные агрегаты это статистические показатели, это для финансовых инструментов мы рассчитываем. Используем только ликвидные средства, которые в качестве денег к стране разрешены. Делим на две группы агрегаты, на абсолютные и на относительные. Центробанк на сайте, если интересно, можете поискать. Центральный банк расчеты представляет там из-за прошлых периодов есть показатели денежной массы и что входит в состав денежной массы сейчас. В каждой стране центральные банки эта информация открытая можно пользоваться. Простые или абсолютные агрегаты мы называем очень простые 0, 1, 2 и так далее. Получаем за счет складывания, за счет суммирования различных компонентов денежной массы. Ну и таким еще простым агрегатом является денежная база. Считается, что вот эти простые денежные агрегаты они как бы слабо отражают состояние экономики, слабо отражают состояние финансовой системы государства и в большинстве своем центр банк ну в большинстве стран центр банки рассчитывают самый такой широкий так называемый денежная масса в широком смысле это агрегат M2 даже не совсем M2 а M2X с учетом средств иностранной валюте на счетах банков. Так мы все берем только в рублях, а у нас же есть еще валютные счета, пересчитывается на определенную дату в рублевый эквивалент и тогда это так называемая денежная масса в широком смысле. да вот вынесла вам отдельным слайдом потом отдельно посмотрите мы с вами на задачках попробуем посчитать на семинарах и что касается индексных или относительных по сути это расчет простых денежных агрегатов так удрала простых денежных агрегатов как средневзвешенные как сумма средневзвешенных компонентов либо бывает вариант расчета мы берем какой-то год за базовый и смотрим изменение этого агрегата допустим того же М1 на текущий момент времени самый да еще не сказала в каждой стране свой расчет денежных агрегатов простых за исключением агрегата М0 это наличные деньги в обращении ну наличные никак иначе по-другому в обращении никто не посчитает а вот все остальные варианты расчетов денежных агрегатов отличаются отличаются тем какие платежные инструменты используют например в Америке очень активно в свое время использовались чеки и тогда в состав денежного агрегата М1 Соединенные Штаты включали так называемые чековые счета да потому что чеки это вот не в магазине нам с вами выдали да а это специализированные инструменты есть счет в банке выдается чековая книжка мы заключаем договор и оплата происходит между контрагентами путем выписки чека это инструмент этот бланк строгой отчетности там свои особенности и привязка к счету в банке есть то есть на чеке одним из реквизитов является номер счета к которому этот чек привязан опять же в нашей стране чеки почти не использовались в расчетах поэтому никогда центробанк в состав ни одного из агрегатов чеки не брал у нас да вот я вам привела все варианты простых за исключением наверное денежной базы вот она отдельно у нас с вами денежную базу рассчитывает центробанк но сейчас у нас максимальная денежная масса в широком смысле рассчитывается как раз показателем м2х м3 м4 то что рассчитывалось когда-то давно попытка была применить западную практику расчета состава денежной массы на российскую это было в 90-е сейчас это не делают поменялась структура поменялись компоненты и вот что касается денежной базы это тоже простой агрегат его рассчитывают используют и дальше для прогнозных различных расчетов и для национальной экономики по регионам наши скажем так исполнительные органы власти те же министерства различные ведомства используют то что центробанк из агрегатов уже посчитал то есть на сайте пожалуйста берите для составления прогнозов на будущее для расчета каких-то показателей в будущем пользоваться можно никто не запрещает нигде вы не увидите ни в одном из агрегатов электронных денег нигде есть вот у нас ценные бумаги вот денежный агрегат самый большой М4 когда он рассчитывался его еще называемые как бы деньги даже денежные суррогаты в свое время включали но электронных денег вы не увидите нигде по одной простой причине что определить с точки зрения статистики а сколько у нас в обращении именно электронных денег невозможно если брать депозитные деньги банки публикуя не то даже не то что публикуя а банки у нас с вами обязаны они регулируются центробанком и обязаны соблюдать нормативы деятельности обязательные у нас есть по капиталу по показателям риска на основе банковской бухгалтерской отчетности мы все увидим объем активов объем пассивов соответственно там есть объем сколько привлеченных средств на счета и вот на основе этого мы депозитной депозитную часть можем посчитать а электронные деньги никто никому не рассказывает сколько у него в Яндексе этих денег Яндекс отчетность никакой в этом плане никому не задает он не обязан поэтому вы не найдете в составе структуры денежной массы электронных денег так давайте мы с вами на этом остановимся вопросы все быстренько стали считать у кого сколько денег электронных как бы скрыть их от государства но запомните если государство надо узнать сколько у вас денег оно все равно узнает скрываете вы или не скрываете вариантов узнать вашу тайну достаточно так что будет на контрольной повторяю еще раз всем кто забыл будут вопросы теоретически в плане какой выберите верно определите верно или неверно утверждение то есть будет утверждение вы должны определить верно оно или неверно ну например условно инфляция сопровождается падением или снижением цен на потребительские товары верно или неверно я вам условно назвала мы с вами до инфляции не добрались поэтому по инфляции вопросов то и не будет и будут задачи две будут задачи то есть вот так из двух частей как бы получается у нас с вами контрольная еще вопросы вопрос нет спасибо так хорошо вопросов если больше нет мы с вами останавливаемся в следующий раз скорость обращения разберем все что там нам с вами осталось и вернемся к макроэкономическому равновесию и если успеем как раз почему деньги стали рассматривать потому что есть понятие макроэкономическая модель равновесия рынок товаров и соответственно денежный рынок да вот с этим ну это в перспективе не сегодня в следующий раз если доберемся успеем хорошо нет значит еще через недельку если вопросов больше нет то спасибо всем кто был на занятиях презентацию у вас это есть да поэтому отправлять не буду и в четверг мы с вами на семинарах встретимся спасибо всем спасибо до свидания